Мы начали занятия. Поехали. Значит, вот очень интересно. Сейчас как приходит праздник Ханука. И нужно очень интересно понять, почему сказано благословление, которое мы говорим на Хануку. Почему сказано насчет Тмеим были освобождены Театарима от Тмеим. Чистые были освобождены от грязных, от нечистых. Почему было сказано, что некоторые были освобождены от рабим, от многих. Почти, скажите его простому. Евреи были освобождены от Гаим. Евреи были освобождены от неевреев. В этом-то разница. Почему это не сказано? Простая вещь. А? Хороший вопрос. Простую вещь скажите. Знаете, что мы празднуем в Хануке? Не празднуем мы масло, что зажигаем масло. Шаббат мы тоже зажигаем масло. Окей, хорошо, 8 дней горело. Большое чудо. У нас было очень много чудес в еврейском народе. У нас столько было чудес в храме. Шел дым наверх и не шел в стороны. Тоже чудо. Мясо ложили, оно оставалось свежим. Тоже чудо. Мухи не было. Хлеб оставался, лехом хапаним. Оставался, его положили, лехом хапаним. И он в следующий раз приходили, он свежий всегда. Почему это меньше чудо, чем что масло горело? Почему праздник масла? Почему праздник? Это не праздник победы. Все войны были всегда. Мало в руках многих. У нас когда-то была еврейская война, что было много против мало. Все нас постараются напасть. Как 70 волков против маленького народа. Это всегда. Так мы в Хануку вспоминаем много против, мало против много. Почему в Хануку мы это вспоминаем? И почему не написано простая вещь? Обеда евреев над неевреями. Почему написано Тихарим от Тимаим? Чистые от нечистых. Вы знаете, неевреи с большим уважением к неевреям, но они не нечистые в плане закона. Имеется в виду, у них нет закона не да. У женщины. У нее есть не да на уровне раввинов, но у нее нету не да на уровне Торы. У еврейской женщины есть не да на уровне Торы. Почему? Потому что был грех хавы со змеем и он в нее влил зуома, яд. И поэтому те, кто настоящий десендент, это все пришло через евреев, это так же, как мы говорим, дети Абрахама. Это Яков, Нейсав, Нейшмейл. Так получается, так же, как святость приходит, так и не святость, нечистота. Так же приходит через неевреев, через евреев, получается, Тума только у евреев, и не у евреев. Я вас слушаю. Это непонятно, почему? Потому что было только Хава и Адам. От двоих человека вышел весь мир. Весь мир. Как мы говорим, что от этого двоих вышли тамэ и есть того. Потому что там, где есть святость, так же, как мы говорим насчет Абрахама. Абрахам, когда мы в прошлый раз с вами говорили, кто сын Абрахама, он говорит, у меня два сына, у меня есть Ишмаэл, у меня есть Ицхак. Ну, Ицхака, вот твой первенец. Получается, и первенец Абрахама, и настоящий его сын, как мы говорили в прошлый раз, что Ишмаэл называется раб. И Рили, он не имеет саду сына. И то же самое Эйсов, когда выходит от Ицхака, все клепот, все нечистые силы уходят в Эйсова, и остается вся чистота в Якобе. Так сказано, поэтому Эйсов вышел первый в недельной главе Талдот. Почему Эйсов вышел первый? Чтобы вся грязь вышла с ним. Потому что всегда, когда первый выходит, вся кровь выходит, вся нечистота, вся грязь выходит. А потом выходит в чистоте Иса, и Яков. Поэтому Эйсов вышел первый, не потому что он первенец. Рилы по закону ломается он первенец, поэтому он должен продать свое первенство. Эйсов. Эйсов должен продать. Он же Рилы, он вышел первый. Он говорит, Раши, если у нас есть трубочка, трубочка, тот, кто выходит последним, тот, значит, зашел первым. Правильно? У него есть стаканчик. Правильно? Первый сюда зашел, он последним вышел. Поэтому Яков выходит последним. Потому что он зашел первый. Потому что он настоящий первенец. Рилы по закону, мы так не идем, по закону мы говорим, тот, кто действительно вышел, тот и первенец, будет так он должен продать свое первенство. Он говорит, зачем мне это нужно? Он перестал верить в Бога. Он говорит, это случилось с торцом, когда он слышал, что его дедушка, Аврехам, умер. Говорится, с торцом такое случилось. Где грядущий мир, где правда? Кто сказал? Эйсаб. Что? Дедушка умер? Где дедушка умер, Аврехам умер? Такой праведник умер? Так где же правду он говорит? А потом он пошел в плохую дорогу. Не потом, да. Ну, реально, он уже шел в плохую дорогу. Сказано 13 лет, этот шел вешиву, этот шел вешиву. Этот шел домой, этот шел домой. 13 лет не были как одинаковые, что было найти? Поэтому творец забрал жизнь у Аврехама, чтобы он не видел, что его внука Иса выходит из правильного пути. Они были похожи, да? Они были похожи. Ну, этот был красный, конечно. Ну, он был красный, волосатый. Ну, полиция не будет. Я не вижу, что так написано. Я знаю, сказано про... Ну, они не были идентиков. Сказано про Аврехама слугу. Элазар. Элазар, он был идентикал на Аврехама. Так же, как Ицхак был идентикал. А Лотчо? Лотчо тоже похожи, да. Так, во всяком случае, мы говорим, чистый от нечистых. Так тоже получается, нечистые, нечистые, это евреи. Потому что неевреи не называются нечистыми. Несмотря на то, что Талмуд говорит, обрезанные евреи, необрезанные, они все равно называются обрезными. И неевреи, которые обрезаны, называются необрезными. Но мы не называем неевреев томей. Мы, так и да, их называем на уровне раввинов, но не на уровне Торы. Так же, как у них Нида, не на уровне Торы, нету контоминации Тума на уровне Торы, у неевреев. Так же, как и неевреи, не нужно мыть руки, когда он встает с постели. Правильно, еврей встает утром, уже заходит обратно его душа, он должен мыть руки, потому что иначе у него злая сила на руках. Он трогает пищу, Тума. Он трогает рот, нос, глаза, уши, внизу, дырки, у него Тума заходит в его тело. Трогает он пищу, Тума. Надо помыть. Взял этот самый виноград, надо помыть виноград. Потому что сейчас Тума пошла на виноград. На любую пищу. На хлеб он не может мыть хлеб, что портит хлеб. Что на эту Тума делать? Страх. Тума? Нечистота закрывает сердце. Некошерная пища, например, закрывает сердце. Металт и маскалейк. Что кушает некошерную пищу? Контаминирует себя, свою душу. Закрывает свое сердце. Вот ставь садап. Это как взять, открыть окна и весь мусор в себя, весь мусор. Открыть окно, выйдет гарбичный шрак и заносит мусор. И вот он вот ложит мусор. И бах, он открывает окно и в него заходит весь-весь мусор. Вот он себе вдампает все себя. И вот то же самое, что он кушает некошерную пищу. Он все в свое сердце, всю нечистоту, все заносит в свое сердце. Называется метамтем эскалейк. Тэмтем, метамтем. Контаминирует, загрязняет свое сердце. Закрывает себя, закрывает свои каналы. Так поэтому у нас есть кошерная пища. Можете, пожалуйста, взять и сказать, что я им перезвоню через полчаса? Доктор, он позвонит вам. Я буду позвонить в следующую половину. нечистота. О, send him a message here. No, no, no. Send him a message. Send me a message, please. Yes, send me a message, please. Окей, хорошо. Продолжается, получается, что нечистота это только у кого? У евреев. Когда там есть нечистота? Потому что, если мы видим, что мы зашли в кафе, и в кафе нам дают сэндвич, дают нам сэндвич в кафе. Не евреи нам дают сэндвич. Он не мыл сегодня руки утром. У меня проблема, наш сэндвич чистый. Тут нету проблемы с нечистотой духовной. Еще раз. Он нам подал яблоко. Принес я у меня. Угой. Яблоко, мокрое яблоко. Мокрое яблоко, или нужно помыть мне руки, чтобы кушать мокрое яблоко. Изначально. Потому что жидкость переносит через себя тума. Жидкость. Так же, как и жидкость, это контактер, она кондуктирует вещи, так так же она кондуктирует тума. То есть, я или помою руки, перед тем, я буду кушать мокрые вещи, или же я вытиру эти вещи. Такой закон послали мудрецы. Кушайте мокрые вещи, надо помыть руки. Или вытерите эти вещи. Трогает мне евреи это мокрое яблоко, а он ничего не перенес сюда. Потому что у него нету тумы, то у него нету нечистоты, чтобы контиминировать. Если виноград мою, надо вытирать виноград, кушать. Да, если вы моете виноград, тяжело его мыть, вытирать его, потому что много его, на веночках, помойте руки себе. Так же, как и на хлеб вымоете руки. Так же, точно так же помойте на виноград, и будете... На тело отъедаем, только без благословления. Это не место, чем его сколько, да? Да. Что имеется в виду не имеет взаимодействия? Это только утром, или... В любое время. Всегда, когда кушаете мокрую пищу, нужно помыть руки. Изначально, второстепенно, нету проблемы. Помыл руки. Без благословенного винограда. Он, зазадуя, мне говорит. Он делает еда, ему только на хлеб говорит. Очень хорошо. Или же он вытернет, например, у него мокрое яблоко, вытернет. Потому что он придает ему туму. Потому что руки не чистые, нечистота переходится через воду. Это кроме того, что я мыл руки утром. Я утром встал, помыл руки, у меня сейчас чистые руки, снял тума. Сейчас у меня другой уровень тумы во время дня. Потому что у меня руки коррели разные вещи, разные вещи. Тума сейчас перейдет на чирежидкость. А если не еврей тронет мое яблоко мокрое, нет проблемы? Он не передаст ему тума, нечистоту. А еврей придет, проблема, придет еврей нерелигиозный. Я зашел в ресторан, там нерелигиозный еврей, он мне бах дает виноград, трогает его бах, он перенес туму, я должен заново помыть изначально. Или же я, все, или же я просто, он обидится. Или же, так я ему скажу, становись религиозным, пойдем вместе. Пойдем вместе, мы други. Он скажет, no thanks. No thanks, alright. Так, получается, я не смейся, я делаю эту историю, я извиняюсь. Да, да, да. Я когда своего младшего сенадил образованного обрезания, был рабай, который делал шхейту, учитель всех, этих шмолей, было снег, дождь, я его запарковал в машине, я говорю, да, я подержу твою сумку, он не дал. Я говорю, let me hand your hand, но он пожилой уже, не трожь меня, step away on me, а то, как я сейчас уеду, обрезания не буду делать. Я говорю, я sorry, я говорю, я different type of the education, no, 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 don't touch me. А потом, я когда узнал у другого раба, такие люди, они обычно ходят в микву, whatever is, они не трогают ни того, никого не трогают. Да, ну здесь это отдельная вещь, это другой, это выше, чем закон. Но уровень закона, это связано с пищей. Так получается, еврей, если трогает пищу, так она получается, как будто бы он не мыл руки. Если он не мыл руки утром, если я не мыл руки утром, я трогаю пищу, я контаминирую ее. То же самое не еврей, который утром не мыл руки, он контаминирует пищу, потому что он не мыл руки утром, как положено. А что все еще не везда Ална-Калатте? Да, он чередуется. Ална-Калатте-Даймон три раза, скажем, по закону Хабре, три раза направо, три раза налево, два раза направо, два раза налево. А утром, когда он стоит на правое, левое, правое, правое, и так он снимает тума, так это единственный способ снять тума. Только сосудом. Сосудом только, да. Это единственный способ. Чередовать руки и через сосуд. И бараха, говоришь на это. Бараха, он говорит, да, он говорит бараха, он скажет утром благословление, на то, что он помыл руки. Это спор, когда он скажет в сануроге или сразу после мытья, больницу говорит сразу после мытья, да. Очень хорошо. Так, получается, что не еврей не может контоминировать. Так как же мы говорим в благословлении на Хануку, чистые от тумей, то есть вас, чистых, тахарим от тумеим, так, получается, кто тумеим? Тумеим – это евреи. Это правильно? Бо, получается, тумеим – это евреи. Ты звал нас евреев и других евреев, которые тумеим, которые в нечистоте. Что значит в нечистоте? Духовной нечистоте. Не только то, что они руки не мыли утром, когда вставали, и не мыли руки на хлеб, и так дальше. Они были, они жили в духовной нечистоте. Во время, во время, это было во время храма. Мы говорим, геллинизм так был развит сильно, геллинизм, что люди хотели сказать хеллинистс, греки, как греческая культура. Греки сказали, делайте что угодно. Хотите верить в Бога? Нет проблем. Только идите к нам на стадион. Смотрите, как мы бьем гладиаторов. Гладиаторы Дирусова сейчас телевизор не включают, смотрят бокс. Что угодно делать? Идите к сноголку, только затрите бокс. Сотрите баскетбол. Все делайте, что угодно. Но вы должны ходить к нам на наши аттракционы, наши музеи, наши колосимы. Вы должны быть часть нашей культуры. Подсвящайте. Вы должны быть часть... Все, что хотите, делайте. Хотите молиться, зрягаться в день зор, а хотите молитесь. Целый день молитесь. Одевайте тюфели, нет проблем. Но вы должны быть часть нашей культуры. Мы же не знали, если евреи будут часть культуры, значит он уйдет от Творца. Мы же не совместимы. И так потихонечку евреи стали геленисты. Сколько лет взяло это? Да не так уж много взяло. 170 лет. Не так уж много. И поэтому, и это наша история, которой мы не хотим о ней говорить, потому что нам стыдно об этом. И поэтому нету трактата, есть трактат на Пурим, Макеллатостер, но нету трактата Макеллатостер. Это наше прошлое, нам стыдно за это. Когда была армия, которая шла биться против греков, было 12 воинов в этой армии. Это были дети Мадисея Коэн-Годла. 12 человек. И вот все семьи, и вот сыновья. Так говорит Раши. Ну это замечательные. Где? Чудеса, чудеса, чудеса. Мы не видим чудеса. И они вышли. Чудеса. Поэтому мы выиграли эту войну через чудеса. И все наши, и кто это были? Это не были маккобеи самые сильные, накачанные. Это были мудрецы с белыми бородами. Это наши маккобеи, настоящие наши герои. Те, кто учат Тору. И они вышли и сказали, мы не для себя хотим эту битву, мы для того, чтобы возвести твое имя, но потом они стали же королей, нет? Хашманаим, в конце концов. Да. И в этом проблема. Потом была... Это не они, а это их не десендент. И в этом была проблема, потому что они не могли взять царство царя Давида. Хашманаима, как они, они не могли взять царство царя Давида, потому что не та семья. Это не дальше. Но не из-за этого. И они не упоминаются, нет у нас Мегилат Ханука. Потому что то ли Димора Шаббат говорит немножко насчет Хануки. Немножко, пару предложений. Так, мы видим, что нечистота и чистота, нечистота, это мы, евреи, творец, нас освободил, а других евреев, которые шли против дворца, это была битва тех, кто шли против дворца, против тех, кто шли за дворца. и творец сделал чудо, что те, кто шли за дворца, они победили. Это была маленькая группа. Вот сегодня мы сидим на занятии, столько, сколько мы сидим, есть сотни раз больше, сотни раз больше, которые даже не знают, что такое шаббат, не знают, что такое кашрут. Сотни раз больше, на каждого из нас. И поэтому сегодня, не то, что когда-то это было, это происходит, чудо Хануки происходит сейчас, постоянно. И у нас здесь великая ответственность, потому что мы представляем перед собой, мы представляем, мы несем ответственность за все эти сотни и тысячи людей, которые сегодня еще не знают про шаббат, которые сегодня еще не знают про митцвот. Но мы за них несем ответственность, потому что, так же, как есть ангелы, которые представляют народы, у них евреев, так и каждый из нас представляет еврейский народ. И мы несем большую ответственность. Сказано в недельной главе от Алдот, что сыновья это корона, для родителей. А родители это красота для сыновей. А какая там корона Исавом была? Корона за Исавом, это вы хорошо говорите. Это имеется в виду, Яков это корона для Аврахама. Потому что он очень хорошо сказал. Какая корона потому что не сказано дети, а сказано дети, дети, это корона для старцов. Дети детей имеется в виду, Яков это сын сына Аврахама, то есть внук Аврахама. То есть Яков является короной для Аврахама. И поэтому Аврахам не должен был быть спасен от Кевшанка-Ейши, от огня. А причина, что Аврахам был спасен от огня, это только потому, что у него должен был выйти внук Яков. только из-за этого он был спасен. У Шарилы было бы больше благословления для Аврахама, чтобы он не был спасен из огня. Он бы поднялся, он бы взял больше какие-то шашем. Боже бы засветил бы имя Творца. Что это выходит? Что это выходит? Он бы взял больше освещения имени Творца, если бы он пошел бы в огонь. Потому что мы говорим, что Аврахам не имел статус еврея. Правильно? Мы говорили тогда еще по одному из мнений. Если он не имел статус еврея, то получается, что для него был суицид идти в огонь. Только евреи имеют право самоубийства. Только евреи имеют право освятить имя Творца, идя на смерть, когда есть спасен молодежь. Когда есть три кардинальных запрета, один из них гилуа рает, шпеху да, гилуа рает значит разврат, ему говорят, делай разврат, а то мы тебя убьем. Он говорит, окей, убивайте. Проливай чужой грот, а то мы убьем. Окей, убивайте. Где делай лабаглонс, а то мы убьем. Убивайте. Он не имеет право эти вещи делать. Должен отдать свою жизнь, но для шабата он не должен дать свою жизнь. Ему говорят, нарушай шабат, а то мы тебя убьем. Он говорит, окей, не убивайте мне. Он имеет право, он не должен отдавать свою жизнь за шабата. Потому что есть пару шабатов. Потому что пара шабатов, потому что что avoided я тебе дал митсвот, не, он говорит, чтобы ты жил и мне, я тебе дал митсвот, чтобы ты жил и чтобы ты умирал. Творец хочет, чтобы мы жили, а не умирали, чтобы мы жили. Творец ему дает мыціь, чтобы мы имели хорошую жизнь. Все мысли, которые у нас есть, это только для нашего добра не дай бог на а вот эти три вещи разврат кровопролитие и идлопоклонство разгрыть но опять надо дать свою жизнь хорошо абрахам оставили в огонь или же иди сделай идлопоклонство он говорит на эту волосы я не могу иду в огонь абрахам не имеется адрес евреи так также как еврей не может отдать свою жизнь за шаббат так не еврей не имеет права дать свою жизнь за идлопоклонство он не имел права идти в огонь если он имел статус не еврей спорт какой задам мил афрекам могли ли одно мнение что да он имел татус еврея индивидуальна коллективно мы стали время надрессина ей то есть мы еще не были народом индивидуально может быть с абрахамом 1 подходит второй подход подхода при хамел сады снега я но еще и время у не имел статус не гой но еще не еврей Гой, не гой и еврей Три уровня Африкам уже не гой Но еще не еврей Евреям у нас на горизонтной истории Так получается, если он еще не еврей Так как же он имеет право Идти в огонь, отдать им свою жизнь За Творца? Не имеет права Есть мнение, которое все-таки говорит, что таки да Даже изгоем самые большие из неевреев Таки да, имеет право Дать свою жизнь для того, чтобы Светить имя Творца, для того, чтобы был пример для всех остальных Но простому Он не имел права И Творец его не должен был спасти Потому что это самоубийство Творец не спасается, это грехи Самоубийство это ужасный грех За который даже не хоронят Даже не хоронят? Самоубийство Сегодня мы говорим, ладно Сегодня у него, наверное, была депрессия, к нему вина Да и целое дело А что они, которые самоубийство, что они В нормальном мозге, что ли, себя убивают Они все в депрессии? Да Обычный человек, который говорит А Творец мне дал жизнь А я его не хочу И бах, прыгнул Просто против себя Ну смотрите Хорошо, гуд То есть мы сегодня стараемся найти Схуд Защиту для всех А это помогает, эта защита? Ну конечно, чтобы похоронить Чтобы не сказать, что он грешник Иначе человек грешник Что значит, что он дает свою жизнь? А вы знаете как? Это Творец решает, что с ним происходит Творец знает правду Но мы не хотим Сказать, что человек грешник Сказать, может быть у него была депрессия Может у него были очень плохие чувства И это не по его вине он это сделал А просто он не мог себя контролировать Но иначе А самоубийство это ужасный грех Так как может человек идти в огонь? Творец его не спасет из-за самоубийства Это грех он делает Получается, Творец не должен был спасти Аврехама И для Аврехама был намного лучше Если бы он не пошел Если бы он так и да, сгорел бы Для него было бы намного лучше Во-первых, если мы скажем, что он имел право это сделать И он бы имел статус еврея То необыкновенный Кита Шашем Освящение имени Творца Если он имел статус нееврея Так опять же, намного лучше Потому что Творец не должен использовать его награды Для того, чтобы его спасти Но в всяком случае Для чего Творец возле Аврехама? Потому что От него выйдет Яков Яков выйдет А Яков это начало Еврейской семьи Потому что Аврехама это первый Кто приучил мир к добру И привел детей к Творцу Ицхак Нас учет Отдать свою жизнь для Творца А Яков Имеет Конгрегейшн Общину для Творца Это первая община для Творца Если мы посмотрим на души, которые сделал Аврехам Они почувствуют, что все ушли Все Один генерейшн Почти два генерейшн пипа ушло Родился Яков И пошло А как мы знаем С Дома Мора А как мы знаем, что они ушли Потому что Плештим их Законтаминировали Потому что сказано еще от Ицхака Что он выкапывал колодцы Которые раскопал его отец Он выкапывал колодцы Дождя нету Какой ты колодцы делаешь? Он выкапывал колодцы А что это за колодцы? Это духовно говорится Это души Которые привел его отец Аврехам к Творцу Это колодцы Которые Плештим Они забили их землей Заклизнили их Эти колодцы И отвели их от Творца Это уже зорд Это уже более глубоко Отвели их от Творца Приходит Ицхак Их заново выкапывает Мужик Ицхак делал все, что сделал его отец Он ничего не отходил в сторону Он не делал от себя У него была гура Сила, это граница Все же его делал отец Он продолжал делать Отец сделал эти евреи Дужи Сделали их религиозными Он их те же самые души делал Их религиозными Те же самые Не даял динь дополнительной души Но взяком случае Мы видим, что души Которые Аврехам привел к Творцу Их законтаминировали На Ицак В своей жизни их выкапывает Опять Город Шхем Где Дину Изнасиловали Хамор изнасиловал Дину Они пошли все на обрезание Почему так легко Они пошли на обрезание Потому что говорят Это те же самые люди Те же самые души Которых Аврехам привел в еврейство Которые сейчас принесли заново Чтобы сделать текун Израиль И поэтому им там было легко Пойти на обрезание Тогда это был ход Раби Акива Все ученики Это тоже гельгурьевы? Может быть 24 тысячи человек Правильно? Сразу у Аврехам было Тысячи учеников Тысячи А у Акива 24 тысячи Нет, это значит Так не ходит Что они все Гельгурь Так получается Потому что если так Было их там 24 тысячи человек Правильно? Если два брата их зарезали Это целая армия Тогда выходит 24 тысячи человек 24 тысячи человек Тоже раби Акива И 24 тысячи человек Во время Эгглаза Тоже умерло Правильно? Когда они занимались Внут Потом Орожа Остранировали Это всегда говорится 24 24 Это выходит Они всегда приходили? Да, так слышится Бомба Бомба Интериал очень интересный Во всяком случае Во всяком случае Что мы видим Что Яков Это было В конце концов Его дети Стались верные для Творца То есть для чего Все же сделал Аврехам Да, у него были ученики Необыкновенная вещь Он привел евреев К Творцу Но в конце концов Они ушли Ушли Надо было проводить заново Где его Настоящие Ядро Это с Яковом Там община для Творца Все его дети И в конце концов Все им задуши Которые распускаются в Египет И сегодня мы Поддомки Аврехама Настоящие потомки Получается Именно из-за Якова Было достать Нужно было спасти Аврехама Чтобы у Аврехама Слава был Яцхак В котором будет Яков Именно для Якова Для Якова Нужно было спасти Аврехама Получается Дети детей Это корона Для отцов И мы не скажем Это про отцов Мы не скажем Что отцы Это корона Для детей Отцы Это украшение Для детей Украшение Он может Ах Украшаться Своим отцом Мой отец Такой великий Но корона Это дети Строят обратно Корону Из-за детей Спасаются Отцы Своим отцом Своим отцом Потому что он Видит Кто из них Произойдет Субесиклы Отцы Это ветки А дети Это фрукты Дети Это фрукты Это не просто Фрукты Это фрукты Которые дают Возможность Чтобы эти Отцы Имели Благословление При этой жизни И особенно При грядущей жизни Они ставят Корону На отцов Так же История Зрабиакева Который Спас мальчика Который Поставил корону Для своего отца Поднял его душу На верх В верхнем мире Потому что Дети могут Сделать для отцов Необорновенную вещь Поднять Сделать им корону Дети Это корона Своих отцов Откуда мы знаем Если мы делаем корону Если мы делаем корону Вот ты делаешь Мы не знаем Что мы делаем корону То что мы делаем корону Это мы надеемся Что мы что-то делаем Хорошее Сначала нам нужно Подняться на то Что мы должны сделать А потом у нас Лишнее идет дальше В взятом случае Это выходит имуна В взятом случае Творец говорит Тот-то не имеет детей Творец ему обещает Делай несколько вещей У тебя будет больше Чем тот-то имеет детей Который ему ставит корону Мы не знаем Планы Творца Что кто больше делает Как кто поднимется В грядущем мире Все он сам знает Творец Творец говорит Слушай, у тебя была такая ситуация Не было детей Но так что Так ты поэтому Виноват? Нет Я тебя подниму выше Ты со мной имеешь союз Ты идешь по моим путям Делаешь хэ за доброту Идешь выше закона Я тебе не накажу Я тебе не дал занавей Детей Я тебя подниму дальше Выше, чем тот-то имеет Да Он наш, как этот Поконник же без детей был Наш этот Он столько сделал для всего народа Еврейства Это Выше, вот так Он правильно Творец, который не имеет детей Да Вещи у них всего Которые есть детей А если вот Вот Если человек умер без детей Как это будет? Творец и говорит Что я могу поднять его выше Смотря как он себя вел В свою жизнь Как мы говорим Где Эйлу Это Дети Нояха Ноях был Цадик в своих поколениях Возьми любавицкие рыбы Слышите Ноях был Цадик в своих поколениях Ноях, ноях Покажи Многое исправили Хазаныш тоже не имел детей Хазаныш Ну его жена была Что? Не, не Да, Хазаныш Хазаныш Слава Богу Габхаем Каневский Его дядя Хазаныш Рабхаем Каневский Сегодня главный раввин В Израиле Как дядя Если его стайплер Будет кто? Что? Папа Рабхаем Каневский Его стайплер зовут Нет А, стайплер Папа Рабхаем Каневского А Хазаныш Подожди Не Хазаныш А, Хазаныш Кто будет? Хазаныш Это Стайплера Жены Брат А Я извиняюсь У Каневского Детей нету Нет Рабхаем Каневский Нет детей Его дядя Хазаныш Был главный раввин Израиля Да Так помогал людям Если вы даже не представляете Законами Круглые очки Да Сказали Хазаныш Сказал своей сестре Она пошла встречаться Стайплером Стайплером Стайплер Ни секунды Не прыгал Он спал на ходу У него было Он сновил свои ноги В холодную воду И учился 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 И как не засыпал Как только Все Он уже Так Ему нужно было Встретиться С сестрой Хазаныш Он думает Пойду встретиться С ней Так у меня Я потрачу время От учебы Так пока Я сейчас ночью Поучусь To make up А в поезде Я посплю Сел на поезд Но был вопрос Шатнес Что Вул и Леннон Вместе Не мог сесть На сиденье Стоял Пришел на свидание Дремал немножко А до этого Он еще был В русской армии Где Ему Там был Короче Отбили ему Хорошо Обслух Да И там Мы ставили Жанель Ему ставили На смену В шаббат Ему нужно было В шаббат стоять Не было пальто Пальто поставили На дерево Повесили А дерево Мукца Так он не хотел Снимать пальто С мукцей Так он без пальто Короче Он простыл Мне плохо Плохой был слух Был здоровый человек Да Был плохой слух Слышите Так приходит Он на свидание Плохой слух И он принимает Что он уже не спит Уже Насколько Я не знаю Сколько дней Уже не спит Он учится Учится И надумал На поезде Посплю Не буду сидеть Проблема у него была Шатность И Жанель Приходит на свидание Она приходит К своему брату Хазанышу И говорит Ну как Она говорит Слушай Он плохо слышал Зато его весь мир услышит Весь мир услышал Великий мудрец Тори Стайплы Стайплы Хазаныш 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 Он сказал Сколько часов Это берет Три часа Я говорю Три часа Не буду читать Тору Лучше Мне делать Без наркоза Без наркоза Он не чувствовал Ничего не чувствовал Это выжищем ангелы Это можно достичь Каждый может достичь Я не буду читать Тору Не надо Без наркоза Так Когда в Суккот Мы берем все специи Берем Аравот Кадасим Лулав Срок Это мы делаем контроль Над всеми мирами Мы имеем контроль Над всеми мирами Мы можем стать Выжищем все Аравот Губы Это люди Все народы Они разговаривают Дрог Это ангелы Поэтому он в отдельной руке Держится Сферы Это сферы Знаете Сферот Сферы Есть уже много Сферот Высоких миров Махо И В мире ангелов И это срок В отдельной руке В одной руке У нас есть Лулав Да это спайн Это очень высокая бренч То есть это мир Мир деревьев И плантейшнс Растений Лулав И мы имеем полный контроль Над растениями Показываем Когда с ним Это как глаза Животные имеют Большой сенс Зрение Животные У них Необыкновенно Развитый Сенс Они могут Прочувствовать Симотрясение Они очень далеко Видят Чувства у них Очень развиты Так мы имеем Полный контроль Над животными А парава Это как губы Мы имеем Кто имеет губы Когда речит человек Мы евреи И имеем полный контроль Над человечеством Если мы себя ведем Правильно Как евреи Тогда мы полностью В одной руке Мы держим Имеем полный контроль Над растениями Над животными Над человеком Полный контроль А почему мы В конце Билмаза Бак бой Бак бой Кипр-катан Говорят Ну ладно Я писал на интернете Да А почему они бьют Мы до сих пор Сохраняем его Да На песах Его жечь надо Есть такие Кто так делает Люди Которые так не делают Нельзя Потому что Вы использовали на митцву Так вы не хотите Его просто Выкинуть мусор Да А что делаете Вы можете В двойной мешок Бросите Выкинуть тоже Да В двойной мешок Да Потому что Вы вещи Которые использовали Митцва Вы не хотите Их унижать Мы не хотим Просто его положить В грязный мусор Уже вы его Использовали на митцва Мы не хотим А вы его завернули Нет проблем Когда вы хотите Что мы контролируем Над всеми Над всеми Полный контроль Время и полный контроль Над ангелами Срок Полный Всей сферы Имеем полный контроль И это Когда Когда мы идем В суку Когда мы Показываем Что вся Сила Творца И наш Мир Непостоянный Ну и Мы надеемся Чтобы мы Не были Как те Которые В Ханаку Которые Полностью Пропали Вы знаете Матисиа Коэн Годл Шел со своими Сыновьями Его отец Йойханан Коэн Годл Матисиа Бен Йойханан Коэн Годл Вы знаете Некоторые говорят Что Йойханан Коэн Годл Это тот Который Пельке А вот Который Ушел Который Говорит Никогда Не думай Что ты Предник Творцу До последнего дня Не будь Веренный В себе До последнего дня Он То Который Это говорит И говорят Некоторые Что именно Он Который Ушел Йойханан Коэн Годл Он ушел Некоторые Делают Такую связь Не дай бог Чтобы мы не ошибались Так многие Большие Мудрецы Говорят Что тот Который Пельке А вот Сказал Не будь Вся Батуха До конца Своей До последнего дня До последнего момента Почему? Потому что он сам Умел Такой Всего мира Было против Возможности Быть С Творцом Когда они сказали Напиши на косяках Своего дома Что у тебя нету Связи С Творцом Что ты Никакой Не веришь Творцом Не имеешь Никакой связи Эйн Хейлэк Нет у тебя Порции Доли С Творцом Никакой доли С Творцом У тебя нету Напиши на косяках И мы сняли двери Напиши на косяках Своих животных У тебя нету Доли С Творцом И мы выпустили Своих животных Из-за дома Мы не хотим Животных иметь Мы не будем писать Что у меня нету Доли Зачем вам Это животные Нужные Такие слова Такие слова Напиши животных Вернули животных Так Не было Двери И пришли Тогда животные В дом Заходили животные И Творец им дал пищу Родили чужие животные Животные Откуда приходили Творец спасал Своих праведников Но мы жили Это было Но они все Смогли Стоять на таком тесте И вытащить двери Из-дому И после всех Своих животных Не все могли Выдержать эти тесты Да И быть в культуре Геллинизма И они становились Геллинистами И тогда Была война Духовная война Тогда Спартак Проходит Одно Слово Спартак Город Спарта Но это не проблема Были Греки Проблема были Евреи Так же как Во время Коммунистов Евреи Это те Которые Подавали Брех евреев Эта проблема Была из-за Евреев Потому что Евреи Это святость Святость Может стать Нечистой Неевреи Они не имеют Святости Они не могут Быть нечистыми Проблема Только может быть Когда чистые Становятся Нечистыми Тогда это Постоянная Проблема Нечистоты Нас учили Торо В Самарканде Десять человек Не собирались Хозяин дома Десять 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 Три комнаты Ворота Закрывали Уходили Никого нету Да Стучали Ходили Проверяли Проверяли Это полиция Да Кто-то складывал Что-то Мы учились Забавить Шеломахаим Который Боропарк Шеломахаим Боропарк Пожалуйста Когда будете Уходить Закройте дверь Через забор Один мальчик Спускался Да Смотрел Что никого нет Да Смотрел Открывал И люди выходили Вот такие Вот так Миссерат Нефиш Миссер Миссерат Нефиш И дай Бог За нашим Миссерат Нефиш За то Что мы с Творцом Дай Бог Что у нас было Благословление На тысячи поколений Вперед Аминьки И Датсом